Общественное пространство в центре Одессы. В Старобазарном сквере, который является одним из самых любимых мест одесситов, реализует инновационный проект. Он направлен на создание условий для учебы и развития детей, а также на благоустройство парковой зоны. Центр развития построят после многочисленных просьб местных жителей. Стоит отметить, что работы ведутся на месте старого общественного туалета, который много лет только портил эстетический вид сквера. Я думаю, что детский центр будет намного лучше. Качели. Такое все, что для деток. Может быть, скорее всего, для маленьких. Может быть, два плюс и выше. Что-то развивающее не помешало бы доступными ценами. Какие-то занятия или курсы для деток. Я знаю, есть дети, которые любят рисовать, лепить, вырезать что-то. Мы к этому не относимся. Нам бегать, прыгать и скакать. Есть детки усидчивые, которые много рисуют, какие-то мозаики, что-то делают своими руками. Думаю, было бы очень неплохо. Сегодня также состоялась встреча переживающих за судьбу исторического центра одесситов с представителями инвестора проекта, в результате которой обсудили ход строительства детского центра в Старобазарном сквере. Пришедших на импровизированный митинг граждан волновал вопрос этажности строения. И тем бы не хотелось, чтобы в парке, где они гуляют со своими детьми, появилось высотное здание. В качестве подкрепления протестующие взяли с собой на встречу народного депутата Украины Артема Дмитрука. Парламентарий лично убедился, что никаких железобетонных монстров здесь не будет. Нас беспокоит высотность. Два этажа. Нас беспокоит высотность. Два этажа. То есть там будет эксплуатируемая крыша, терраса, на которой дети могут площадку иметь, на которой они будут гулять. Но вот четкие границы нашего участка. Мы четко в пределах того, как у нас есть документы строим. Ни на сантиметр больше мы не выступим. Эта территория будет благоустроенная. Здесь будет покрытие хорошее. Тут будут скамейки, тут будут фонарики. Тут будет хорошая благоустроенная территория. Причем мы планируем по договору у нас до конца этого года эту часть забора снести и придем в максимальном ближе к зданию, для того, чтобы в этом году благоустроить территорию. Жители соседних домов задались вопросом, а не изменится ли назначение этого объекта в ходе строительства. Инвестор недоумевает. Ведь никто даже не планировал здесь строить многоэтажку или ресторан. Мы строим вместо старого разрушенного туалета и выгребных ям, которые здесь были, на этой территории, мы строим детский центр, который находится в пределах той территории, которая у нас по документам в аренде. То есть мы не решаем никаких закон, мы делаем все согласно тех документах, которые были выданы всеми профильными организациями. Четко понимая их волнение, что здесь у нас по-разному происходит строительство. В данном случае мы строим двухэтажное здание, даже судя по тому, что вы здесь видите, это именно фундамент под двухэтажное здание. Потому что здесь очень были прохилгунты, поэтому здесь в качестве фундамента конструктор разработал плиту, то есть бетонную плиту. Если бы это было 6-7 этажей, как волнует залюта, то были бы сваи, был бы другой совершенно фундамент. Как известно, состояние Старобазарного сквера сегодня оставляет желать лучшего. Зеленая зона действительно требует спасения и последующего ухода, а сама территория – большой реконструкции. Чтобы спасти ситуацию, начать благоустройство сквера и решили частные инвесторы. С помощью специалистов они создали концепцию общественного пространства, в которой учтены нужды и интересы как можно большего числа отдыхающих. В сквере, вот в этом кусочке особенно, где был вонючий туалет, где было кладбище для собак, должно быть кусочек для детей. Тут будет каких-то 300-400 метров на весь парк чистоты. Дети будут приходить, получать элементарно, я не знаю точно, какие это будут кружки, как это все будет выглядеть, но это будет для детей. Наши активисты сильно за детей переживают? А вот это на площадке, покажите. Дерево. А вот это дерево. Вот это дерево на активной платоке, все активисты у нас. А вот это нельзя догавкаться, чтобы приехали срезали. Вообще я отношусь отрицательно к застройкам. Вот побережье. Но здесь был заброшенный туалет, богом забытый. Если вместо него будет построен какой-то центр для детей, невысокий, то ничего, я думаю, в этом плохого нет. Городские власти и общественность не единожды поднимали вопрос благоустройства Старобазарного сквера. И в 2017 году Одесситам был презентован план работ. Мэрия намеревалась обустроить здесь и развлекательные зоны, и торговые павильоны нового типа, и площади для занятия играми и спортом. Однако прошло уже 4 года, проект благоустройства сквера так и не реализован. Ответ мэрии классичен. У города пока нет на это средств. Однако сейчас идея общественного пространства была позитивно оценена профильными организациями и самими одесситами. Отметим также, что положительные отзывы проект получил и во время архитектурного конкурса, где строительство получило план. В работе слушаний участвовали представители общественных организаций, детских учреждений, журналисты и даже мамы и бабушки, гуляющих здесь детей. Я с этой темой познакомился еще года три назад, когда меня пригласили просто на конкурс по этому проекту. Это было достаточно четкое обсуждение на конкурсной основе. Было представлено несколько проектов, в общем-то победил тот проект, который сейчас реализуется. Поэтому тема была достаточно открытая, и я не вижу проблем в том, чтобы пытаться изменить мнение, на основании которого якобы здесь будет строиться некая многоэтажка. Я думаю, что здесь все-таки строится то, что по проекту детский центр. Идя навстречу пожеланиям посетителей Старобазарного сквера, архитектор разработал концепцию, которая объединила в себе комфорт детского досуга и развития, зоны семейного отдыха, скамейками и детской площадкой, доступ к которой будет совершенно свободен. Кроме этого, новый детский центр будет тесно сотрудничать с размещенной рядом спортивной площадкой, вход с которой в помещение центра будет свободным. Кроме того, создатели центра обеспечат спортплощадки подачу света и воды, а также и другие элементы благоустройства. Зелень. Очень много зелени. Возможность бегать по траве деткам, как это принято на Западе. Возможность играть, возможность развиваться. И обязательно спортивные площадки, за которыми нужен уход. К сожалению, это затратно все, но обязательно нужно. Надо, чтобы дети приходили и проводили время с радостью, отдыхали душой и родители в том числе, потому что если родителям не будет удобно и нравится, то они туда не пойдут и не поведут своих детей. Хорошее пространство, во-первых, поделено. Комнаты такие большие, классы, достаточно уместительные будут. Потом там крыша функциональная, то есть можно тоже будет задействовать это пространство. И понравилось разграничение на зоны детских площадок по возрастам. Очень хорошее, действительно. Как заявлял в ходе конкурса архитектор Игорь Соловьев, он создавал не просто детский центр, а объект в стиле городской скульптуры. Это образ, набор детских кубиков разноцветных, которые выставляются один на другой. Чтобы здание максимально растворялось в парке, чтобы оно не воспринималось именно как здание. Чтобы воспринималось как общественное пространство. Проект действительно выглядит привлекательно. И сама концепция детского пространства в Старобазарном сквере горожанам нравится. Результатами сегодняшней встречи большинство ее участников осталось довольным. Для Одессы большая редкость, когда на месте чего-то заброшенного и неэстетического строят не очередную многоэтажку, не казино с рестораном, а то, чего хотят сами одесситы. Общественное пространство, открытое для всех. Авторы проекта благоустройства Старобазарного сквера надеются, что в скором времени им тоже удастся создать в Одессе самое комфортное место для жителей и гостей нашего города.